добрый день дорогущие мои друзья как правило очень много батарей которые приходят на обслуживание не имеют пробок то есть они якобы не обслуживаем и но нам нужно обслужить эти батареи по полной поэтому приходится проникать внутрь ну давайте рассмотрим три варианта которые могут встретиться в нашей практике значит вот такой вариант это bosch и bosch этой батарейки уже 6 лет батарея 16 года эту батарейку очень легко просветить ну вот допустим не просвещать не обучать а просветить именно просветить цветом просветить и определить какой уровень электролита вот это вот ватерлиния уровень должен соответствовать вот такой ватерлинии и если он ниже на 2 сантиметра то сверлим каждую баночку и добавляем дистиллированную воду если же уровень у нас меньше сантиметра сверлим одну баночку и смотрим на плотность нам обязательно нужно замерить плотность вот в этой батарее плотность 1 23 это при всем при том что первый цикл я уже провел это абсорбации и нам это абсолютно ничего не не дало поэтому нужно проводить до заряд почему нужно просверливаться многие там наши губники говорят что достаточное измерение вольтметром блять все вот эту хуй вертень но этих измерений будет недостаточно потому что после каждого заряда нужно делать отстой ко мне туда приехал здравствуйте ну вы представляете аккумулятор посмотрите пожалуйста я его гонял банки прям ну куда ты его гонял на заряднике надо я имею ввиду банки кипят а я поставил он 0 а ну давай сейчас разберемся суши ефби технология кайнар нихуя себе ладненько но вот привезли первую блин комом впервые вижу кайнар ефби технология и баночка у нас успешно замкнутая вот такие показатели у батареи нету плотности абсолютно в этой баночки и при подключении нагрузочные вилки баночка кипит ну короче пиздец и пиздец котенку больше срать не будет такая молодая красивая и так быстро погибла ладно продолжим наше повествование значит не помню на чем остановился меряем плотность и сейчас с этой батареи будем уже работать с открытой вот такой ванночкой но мы ее прикроем конечно чтобы меньше с нее выкипало и меньше разбрызгивался электролит и будем работать с этой батареи до полного поднятия плотности как я это делаю можете посмотреть другие ролики там более-менее подробно ну на мой взгляд не знаю может кому-то этого недостаточно я рассказываю так следующий вариант у нас вот такая муту вчера прикупил ее для оборота себе значит также первым делом и просто-напросто вытаскиваем вот такой индикатор батарея семнадцатого года и замеряем уровень дает первый театр вы мне дадите сегодня записать ролик так сейчас чуть попозже начнем опять итак продолжим значит с этой батареи мы определили что уровень нормальный уровень очаровательный но батарея высажена и также в ней нет плотности можем легко замерить 122 с половиной 122 с половиной это говорит о том что батарея в хлам разряжена вот показатели в принципе прибор нас не обманул где-то процентов 20 всего лишь на всего заряда в этой батарее осталось если же уровень маленький значит засверливаем каждую баночку и так же самое вот такие пистончики используем для заканифоливания этих банок и третий вариант он наиболее такое часто встречается нету не глазка не пробок и нам также нужно при заряде проконтролировать уровень в аккумуляторе и плотность значит замеряем уровень вначале замеряем делаем выводы уровень здесь где-то 3 сантиметра плотность я замерил плотность 115 то есть батарея также высаженная уровень в этом случае в данном случае мы не трогаем потому как при заряде уровень поднимется где-то на полтора возможно даже на два сантиметра и поэтому как бы с этим тоже все в порядке спасибо зарядки так же самое прикрываем и начинаем работу с этой батареи до полного поднятия плотности но в данном случае ариометром нам не достать для контроля за плотностью нужен рефрактометр в общих чертах я рассказал как проникнуть как нам добраться до электролита друзья мы не теряйте меня ролики вы скоро будут большие длинные очень много работы сейчас и как-то не не до того чтобы снимать но я на месте я на связи на проводе как говорится так по поводу камеры собрали двадцать одну тысячу триста пятьдесят рублей и 8000 тенге так что мы почти у цели но пока начали собирать блять камеры чуть-чуть подорожали но хрен с ним план задача собрать где-то 35 рублей и будем писать новый контент в том числе и вот с этим прибором этот прибор я использую начал использовать только для диагностики уличной очень удобно сразу отпечатал клиенту отдал и алга комсомолу а ну конвей блять он 600 он и в африке конвей все таки я продолжаю пользоваться им как-то более привычно более блять мне кажется более точно он работает и эффект для меня ли лично меня он устраивает больше всех лучше всех чего лучше всех блять короче самый заебачий это конвей 600 с утра уже башка начинает потихоньку подымливать но надо собраться и продолжить работу ой сколько их там в этом зарядном боксе что друзья всем удачи здоровья всего наилучшего и самое главное берегите свои батарейки всем пока до новых встреч друзья скоро будет что-то будет